Hello, my dear friends. Let's do exercise number two on page twenty-three. Сыграйте в игру, где Элвин. Where is Elvin? Для того, чтобы сыграть в эту игру в виде диалога, нам нужно сначала прочитать, что здесь написано, что от нас требуется. Далее будем выполнять поэтапно все задания. Where is Elvin? означает, где Элвин? И мальчик спрашивает, is he in the kitchen? Is he in the kitchen? Он в кухне? Девочка отвечает, yes, he is. Да, он в кухне. По картинке непонятно, кто такой Элвин, где он, а где здесь кухня, вот кухня, и где тут Элвин, его нет. Суть этой игры получается песенки. Сейчас мы ее прочитаем, слова сначала. Там написано, где на самом деле находится Элвин. Но здесь уж понятно, что он на кухне находится. А остальные герои? И как дальше играть? Непонятно. Поэтому открываем страницу 118. И там читаем текст. И узнаем, где находится Элвин и другие. Where is Elvin? Где Элвин? Where, where? Где, где, где? He is in the kitchen. Он на кухне. Он на кухне. Вон там. Over there. Where is Erlina? Где Erlina? Where, where, where? Где, где, где? She is in the bedroom. Она в спальне. She is in the bedroom. Вон там. Over there. Where is Woody? Где Woody? Where, where, where? Где, где, где? He is in the bathroom. Bathroom – это ванная. Значит, он в ванной. Over there. Вон там. Where is Frosty? Где Frosty? Where, где? He is in the living room. Он находится в зале. Over there. Вон там. Итак, используя слова-песенки, мы узнали, что Элвин находится in the kitchen, на кухне. Erlina – в спальне. Woody – в ванной. Bathroom. И Frosty – в зале. Living room. Сейчас обратно открываем наше упражнение. Представим, что эта картинка – это вот имя нашего героя. Элвин на кухне. Элвин. Эллина – в bedroom, она в спальне. Woody – в bathroom, в ванной. И Frosty – в living room. Итак, мы узнали, где находятся герои. И сейчас мы можем уже сыграть в эту игру. Для начала давайте еще раз посмотрим название частей дома. Bedroom – спальня. От слова кровать. Bedroom – комната. Bathroom – ванная комната. От слова bath – ванна. Living room – это зал. От слова live – жить. Kitchen – кухня. Garden – это сад. Или огород. Давайте сейчас попробуем вот эту игру сыграть. Когда человек угадывает, например, где Элвин? Where is Elvin? Мальчик говорит – is he in the kitchen? Он на кухне? Он правильно ответил, угадал. Тогда мы говорим yes, he is. А если не угадал, например, where is Elvin? И мы можем спросить – is he in the living room? Вместо kitchen ставим другую часть дома. И тогда будет – is he in the living room? Здесь уже ответ будет – no, he is not. No, he is. И после is мы добавляем слово not. Произносится – no, he is not. Бывают сокращения в речи. Чтобы время сэкономить, происходит сокращение. И вот это сокращение здесь дано. Например, is not – это то же самое, что isn't. О убирается, is и not вместе соединяются. И вместо пропущенного Эл здесь добавляется апостроф. Это запятая, сверху это называется апостроф. Получается – no, he isn't. И мы сокращенно отвечаем – нет, он не находится в living room. Because – потому что Элвин is in the kitchen. И давайте еще раз попробуем сыграть в вопросах в речи, использовать вот эту конструкцию. Например, спросим, где у нас находится Ууди. На самом деле Ууди находится в ванной. Так, давайте спросим. Where is Woody? И ответ, допустим, у нас будет Is he in the bedroom? Bedroom – это спальня. No, he isn't. No, he isn't. Еще раз спросим. Where is Woody? Is he in the living room? No, he isn't. Where is Woody? Is he in the kitchen? No, he isn't. Where is Woody? Is he in the bathroom? Yes, he is. Вот и угадали. Он в ванной. Итак, мы с помощью этой игры и с помощью этого диалога развиваем очень хорошее предложение. Где он? И также мы запоминаем название комнат. Можно сыграть в эту игру, спрятав дома, например, какую-нибудь игрушку в какой-нибудь комнате и задавать вопросы. Где вот эта игрушка, например? Where is red ball? Где красный мяч? Ребенок, допустим, угадывает. Вместо he, конечно, здесь нужно будет уже использовать it. It – оно. То есть не he – он, живой человек, да? А надо it будет использовать. Тогда будет is it – оно. Это неодушевленный пример. Is it in the kitchen? И остальные подставляют слова. Is it in the? И так далее. И играем в таком вот порядке.